Если ты уже зарегистрировался в Clubhouse, но не понимаешь, что там происходит, то это видео специально для тебя. Я разобрала все основные функции этого приложения и наглядно показала, как ими лучше пользоваться. Поэтому, если ты пользователь Clubhouse и тебе интересно узнать о его функционале, смотри это видео. Let's go! Всем привет! Меня зовут Катя Бабаш и ты на моем канале о создании и продвижении контента. Если ты еще не знаешь, что такое Clubhouse, пожалуйста, посмотри видео, которое я уже сняла, в которых в общих чертах рассказано, что там происходит и как лучше им пользоваться. Перейдем к функционалу. Сейчас я вам наглядно покажу, на какие кнопки жать и какие значки, что значат в этом приложении, чтобы вы могли полноценно пользоваться им и получать удовольствие. Первое, куда вы попадаете, когда открываете свое приложение Clubhouse, это коридор. Это вот эта вот лента с комнатами, в которые вы можете зайти. Комнаты могут называться абсолютно по-разному. У вас даже могут быть первое время комнаты не на вашем языке. Это из-за того, что, скорее всего, у вас сейчас мало подписчиков и подписок, и комнаты появляются рандомно, либо самые популярные. Для того, чтобы зайти в комнату, вам нужно просто нажать на нее. Как видите, вверху экрана появилось красное сообщение, потому что сейчас я записываю экран, чтобы показать вам, как работает Clubhouse. Вообще, в Clubhouse запрещено записывать разговоры. Это противоречит правилам Clubhouse. Какая есть важная информация о комнате? Первое, это название. Второе, это сколько людей сейчас находится в общем в комнате. Это вот эта цифра с маленьким человечком, и через дробь находится число людей, которые говорят. Они могут на самом деле в данный момент не говорить, а просто находиться на сцене. Если вы заходите в эту комнату, вы видите три части экрана. Первая часть экрана – это спикеры. Те люди, которые сейчас находятся на так называемой сцене, у них есть функция микрофончика. Следующая зона – это люди, на которых подписаны кто-то из спикеров. И последняя зона – это люди, которые пришли просто в комнату и слушают сейчас спикеров на сцене. Если вы хотите подняться на сцену и задать свой вопрос, вам нужно в правом нижнем углу нажать на ручку. Таким образом придет уведомление, что вы хотите подняться на сцену. Мы сейчас не хотим подниматься на сцену, поэтому я отключаю. Если вы хотите кого-то пригласить в комнату, вы считаете, что эта комната интересна своим друзьям, нажмите, пожалуйста, на плюсик. Так вы можете пнуть кого-то из того, кто уже есть у вас в друзьях в клабхаусе, и им придет уведомление о том, что вы пригласили их в эту комнату. Либо вы можете нажать на кнопочку «Share» и отправить ссылку своим друзьям в одной из социальных сетей. Следующее, что вам нужно знать о функционале клабхауса – это, конечно же, как начать свою собственную комнату. Для этого в коридоре у вас есть большая зеленая кнопка, которая называется «Start a room». Здесь у вас есть несколько возможностей. Open – это значит, что комната будет доступна для всех желающих. Social – в комнату смогут зайти только ваши подписчики. И closed – в эту комнату вы можете пригласить конкретных людей, она будет закрыта и невидима для всех остальных пользователей. У меня еще есть вот такая кнопочка «YouTubers Data Series», потому что я являюсь членом клуба с таким же названием, и я могу создать тему в рамках этого клуба. О клубах поговорим чуть-чуть позже. На данный момент я хочу создать такую группу, чтобы в нее пришли только мои подписчики, и сторонние люди не смогли в нее зайти. Давайте назовем ее, например, «Запись YouTube-видео». Эта комната так и будет называться, и, скорее всего, люди, если присоединятся к ней, то не будут знать, куда они попадут. Также в клубхаусе важно обозначать, если вы записываете комнату, только тогда вы сможете использовать запись этой комнаты в каких-то других социальных сетях и при получении согласия всех спикеров из этой комнаты. Ну, давайте попробуем. Нажимаем «Let's go». Во-первых, вы видите зеленую снежинку возле моего имени, это значит, что я модератор в этой комнате. Благодаря этому у меня будет возможность поднимать людей в аудиторию, если они присоединятся. Вот, например, Диана присоединилась. Она подписана на меня, и она сейчас не в спикерах. Диана нажала на ручку в правом нижнем углу, и у меня появилась надпись «Пригласить ее на сцену или нет?». Так как я записываю видео и забыла нажать, не успела нажать на зеленую подсказку, я сейчас нажму внизу на ручку с единичкой, и нажав возле Дианы на микрофончик, смогу поднять ее на сцену. Теперь Диана спикер. У нее есть доступ к микрофону, и если она захочет что-то сказать, она сможет сказать. Но так как я записываю эту инструкцию без видео, к сожалению, даже если Диана что-то вам скажет, я не услышу. Что еще можно сделать, когда вы находитесь в комнате? Вы можете выйти, но если я буду единственным модератором в комнате, комната автоматически закроется. Еще классная функция, если вы нажмете возле запись YouTube видео инструкции на три точки, у вас появятся следующие функции. Вы можете пустить пользователей других, то есть открыть комнату, сделать ее доступной для всех. И я также могу, как модератор, закончить эту комнату. Какие еще у меня есть функции, как у модератора? Во-первых, при длительном нажатии на аватарку появляются следующие функции. Я могу заблокировать пользователя, если он как-то себя неподобающе ведет. Но будьте внимательны, если вы заблокируете пользователя, то у вас больше никогда не будет возможности его разблокировать, просто потому что эта функция пока не до конца продумана в Clubhouse. Поэтому блокируйте только действительно самых ужасных троллей, которые оскорбляют или как-то нарушают вообще ваше спокойствие. Просто так людей, пожалуйста, не блокируйте. У вас есть другая для этого функция, это удалить из комнаты. При нажатии на эту кнопку человек удалится из комнаты и больше не сможет ходить в те комнаты, в которых вы являетесь модератором. Но он не будет заблокирован, вы все равно сможете находить его в Clubhouse. Следующая классная функция – Report for Trolling. Если человек как-то неподобающе себя ведет, вы можете нажать именно эту функцию. Таким образом пользователь не заблокируется у вас, он не покинет комнату. Но я думаю, что в Clubhouse таким образом просто собирается какой-то негативный рейтинг у пользователя. И если очень долго человек будет получать такие уведомления, возможно, сам Clubhouse его заблокирует. Еще есть вот эта классная функция – сделать модератором. Теперь Татьяна модератор и может точно так же управлять разными функциями в этой комнате. Она точно так же, как и я, может завершать комнату, может принимать заявки из аудитории, может назначать других модераторов. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны, когда назначаете модераторов. К сожалению, сейчас модераторы друг от друга по функционалу не отличаются. И даже если вы создатель комнаты и назначили кого-то модератором, и вы не знаете этого человека, у него появляются точно такие же права на комнату, как и у вас. Clubhouse уже анонсировал о том, что, скорее всего, он сделает отдельно статус создателя комнаты и отдельный статус модератора. Но пока эта функция недоступна. Например, я вот сейчас нажму «Leave Quietly», и комната продолжит существовать, потому что Татьяна все еще модератор. Если бы Татьяна не была модератором, комната бы автоматически закрылась. Если для тебя полезна эта информация, поставь, пожалуйста, лайк этому видео, это помогает его продвижению. Следующие кнопки, которые вам могут пригодиться, это поиск. К сожалению, поиск Clubhouse работает пока не очень классно, но вы здесь можете найти либо людей, либо клубы по имени и названию. Например, давайте напишем «Руслан». И мне предлагают всех Руслана. Точно так же я могу написать, например, «YouTube», и мне предложатся либо люди, у которых в описании био написано, что они занимаются «YouTube» или «YouTuber». Я могу так искать людей, которые в моей сфере, например, «Продюсер YouTube», «YouTube продюсер». То есть все, что люди себе написали в био, оно отображается в поиске. А могу поискать клубы, которые продвигают и как-то занимаются темой «YouTube». Как видите, клубов с такими интересами очень много. Следующая интересная штука, которая у вас есть, это, конечно же, приглашение. Приглашение можно отправить только по номеру телефона. Календарь. В календаре на данный момент очень сложно разобраться, потому что событий очень много, и показываются они вам абсолютно рандомно. По вашим интересам, которые вы указали, по людям, на которых вы подписаны, если организовывают какие-то комнаты. И также здесь показаны комнаты клубов, на которые вы подписаны. Но здесь есть классная функция, если вы нажмете на вот этот календарик в углу, вы сможете создать и запланировать свое мероприятие. Здесь вы пишете имя, например, «YouTube». Здесь вы можете выбрать кого-то из своих друзей, с кем вы хотите провести эту комнату. Выбрать дату и время. Хост-клуб я не хочу выбирать, потому что хочу провести комнату самостоятельно. И довольно важно заполнить описание комнаты, но, к сожалению, когда комната начинается, описание будет не видно. Но я думаю, что Clubhouse этот момент доработает. Когда я создала комнату, всем моим подписчикам пришло зеленое пуш-оведомление о том, что я создала такое событие на такое-то время. Но, к сожалению, найти его в календаре они пока не смогут. Но зато я смогу зайти вот сюда и нажать «Мои события». И тут будут все комнаты, которые я запланировала. Например, сегодня у меня будет комната с маркетологом, завтра у меня будет комната про клиентский сервис и так дальше. И в самом низу на 25 февраля запланирована комната, которую только что мы с вами создали. Нажав на «Edit», вы можете удалить эту комнату, нажав внизу на кнопочку, или внести какие-то изменения и нажать «Сохранить». Еще один интересный пункт – это вот эта кнопка. Здесь вы можете найти, в каких комнатах сейчас находятся ваши друзья. Нажав на вашего друга, у вас есть несколько функций. Вы можете начать с ним закрытую комнату, где будете только вы вдвоем общаться. И вы можете присоединиться к комнате, которую они сейчас слушают. Вот я присоединилась к этой комнате и теперь вместе с Викой нахожусь в аудитории. И еще такой момент. Когда вы нажимаете на все комнаты, вы выходите в коридор, но при этом вы продолжаете находиться в этой комнате и слушать. Точно так же это произойдет, даже если вы выйдете из приложения. То есть приложение отлично работает в фоновом режиме. Вы можете положить телефон себе в карман, одеть наушники и пойти, например, куда вам хочется пойти и продолжать слушать то, что происходит в комнате. Зайдем в наш профиль. Здесь вы видите мою аватарку, мое имя, фамилию и мой ник. Первая цифра – это количество моих подписчиков. Вторая цифра – это количество людей, на которых я подписана. Очень важно заполнять биографию. Таким образом люди смогут прочитать про вас важную информацию. Здесь же я, например, сохраняю предстоящие события, которые я провожу и комнаты, которые я организовываю, потому что в календаре, как мы уже выяснили, очень сложно найти данную информацию. И очень важно, что здесь вы можете привязать свой Инстаграм и Твиттер. Твиттером я не пользуюсь, я пользуюсь Инстаграм. И Clubhouse отлично интегрирован вместе с Инстаграмом. Просто нажимаете на этот аккаунт, не нужно никаких подтверждений, никаких регистраций, никаких вводов пароля. Вы просто возвращаетесь в Инстаграм, он перекидывает вас в приложение Инстаграм. Таким образом вы можете перейти не только на свой Инстаграм, но и на Инстаграм любого пользователя, который вас заинтересовал, подписаться, написать ему сообщение, если вы не смогли поговорить по какой-то причине в комнате. То есть это очень классная штука, которой нужно пользоваться. Обязательно подвязывайте свой Инстаграм и Твиттер, чтобы люди могли перейти, связаться с вами, написать вам сообщение и повзаимодействовать с вами в какой-то другой сети, кроме Clubhouse. Еще один важный момент, это вот эта шестеренка. Здесь вы можете заполнять ваши интересы, менять, например, я больше не интересуюсь Beauty, больше не интересуюсь TikTok, но мне, например, интересен, давайте выберем Golf. Интересы в Clubhouse сейчас работают плохо, особенно если вы говорите на русском языке. Те интересы, которые вы отмечаете, к сожалению, будут рекомендовать вам только англоязычные комнаты, потому что, к сожалению, сейчас Clubhouse вообще никак не распознает кириллицу. Даже, например, шрифты кириллические, как видите, все написаны нормальным красивым шрифтом, а один человек, у которого имя записано кириллицей, он выделяется жирным шрифтом. То же самое и с русскоязычными комнатами, их нельзя найти в поиске, в принципе, никакие комнаты сейчас нельзя найти в поиске, но даже если вы создали какую-то комнату на определенную тему и написали название кириллицей, Clubhouse воспринимает это просто как болталку и никак не ранжирует ее в поиске по интересам. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас в коридоре были интересные комнаты на интересующие вас темы, вам нужно подписываться на лидеров мнений, на спикеров таких комнат. Что же значит вот этот колокольчик? Здесь все ваши нотификации, кто на вас подписался, кто присоединился к Clubhouse и хотите вы их зафоловить или нет. Также здесь будут появляться люди, которые встали в очередь в Clubhouse, если они есть в вашей телефонной книге, вы сможете их здесь увидеть и одобрить их, не потратив свои инвайты. Вернемся в нашу шестеренку. Здесь вы также можете настроить вот в этой области ваши нотификации. Если вы поставите самое нижнее значение, это значит, что уведомления будут приходить вам не очень часто. Вам будет приходить уведомление только когда кто-то из ваших подписок является спикером в комнате. Если вы поставите Unfrequent, вам будет приходить даже когда ваши друзья находятся просто в аудитории. И это вообще не рекомендую ставить, потому что нотификации будут приходить вообще на все действия, на подписки, на приглашения. Если кто-то вас запинил в комнату, это на мой взгляд не функционально, слишком много реально будет уведомлений. Также в настройках вы именно здесь можете присоединить Twitter или Instagram, можете разлогиниться. И рекомендую ознакомиться с FAC и Contact Us, потому что именно здесь вы можете найти ответы на многие из своих вопросов. Если у тебя еще остались вопросы по поводу Clubhouse, обязательно пиши они в комментарии, я всем отвечаю. И еще смогу снять актуальное видео о Clubhouse в следующий раз. Не забудь подписаться на мой канал. Спасибо, что досмотрела до конца и до встречи в следующих видео. Боже, если что я вас не слышу, но я, короче, почему-то волнуюсь записывать видео. Помигайте микрофончиком. Спасибо! Девочки, спасибо вам большое за помощь в записи этого видео. Пойду записывать дальше другие комнаты.